В этом году больше 200 выпусков новостей подготовили корреспонденты Бюро новостей Давичем. На протяжении недели мы подводим итоги года. Представляем вам свой рейтинг событий, наиболее ярких и запоминающихся. Их разделили по номинациям. И сегодня одна из них – подарок года. День романтики Правильного продолжения той работы, которую мы вместе с городом начали несколько лет назад, создавая малые архитектурные формы, создавая ту городскую среду, которая будет интересна и комфортна как жителям города, так и его гостям. А в октябре там же на улице с Паской появился макет ретро-автомобиля. Преображение улицы с Паской занимает третье место в номинации «Подарок года». Второе место в рейтинге – подарок от кировчан самим себе. В мае 2015-го был торжественно открыт памятник Трифону Вятскому. Средства на установку монумента собирали, что называется, всем миром. Кировчане пожертвовали 12 миллионов рублей. На эти деньги в Жуковском отлили трехметровую бронзовую скульптуру по эскизу Владимира Бонтерева и Клары Коценко. Открытие этого памятника – очень отрадное событие с разных точек зрения. И, конечно, замечательно, что у Вятки появляются такие точки притяжения, новые символы города, новые памятники, новые образы. Тем более образы таким удивительным людям, как Трифон Вятский. В этом году в Кирове появился новый фонтан. Его открыли в сквере имени 60-летия СССР. Особенность этого фонтана в том, что он музыкальный и с подсветкой. Еще в сквере изменилась прогулочная зона. Отремонтированы лестницы, восстановлены дорожки, обновлена детская площадка. Кстати, благоустроили место отдыха за счет неравнодушных жителей города – меценатов и предпринимателей. За то, что принес столько радости кировчанам, обновленный сквер имени 60-летия СССР получает золото в рейтинге.